Ну, во-первых, я не согласен, что мы потеряли Украину. Это может быть такое умозаключение, знаете, издалека, из-за океана. И, наверное, это для американцев важно с точки зрения укрепления своих лидерских, как они считают, позиций в мире. Обама недавно делал заявление в ходе интервью, где стал сравнивать себя и Путина. Знаете, такое ощущение, что вот этот личностный момент очень тревожит и беспокоит. А я всегда говорил и убежден до сих пор, что когда в политике важнейшие вопросы определяются какими-то личностными симпатиями, антипатиями, это, наверное, уже не очень продуктивно. Я не думаю, что мы потеряли Украину. Невозможно России и Украине развестись. Мы связаны столетиями, историей, экономикой, географией, культурой, цивилизационными ценностями. Мы связаны, в конце концов, семейными узами, родственными узами. И я убежден, что этот трагический этап в истории Украины будет преодолен, что украинский народ все-таки разберется с тем, что происходит и что произошло в феврале и имеет место сейчас, что украинский народ захочет восстановить свое согласие через национальное примирение, через единение всех частей Украины, но не на основе диктата одной лишь идеологии, которая сейчас воцарилась в Киеве, а на основе компромисса, на основе баланса интересов, на основе выстраивания подлинно равноправных отношений между всеми регионами. И я убежден, что в таком украинском государстве, а иначе мне трудно представить, как Украина сможет выжить и сможет нормально существовать, в таком украинском государстве отношение к России будет прекрасным и совсем не будет означать, что кто-то кого-то потерял. А это будет украинское государство, которое уже одной ногой в НАТО, или украинское государство, которое разместит у себя элементы инфраструктуры вооруженных сил США, они же могут напрямую подписать соглашение. То есть что это будет за украинское государство? Украинское государство, о котором я говорю, должно опираться не на устремление одной части элиты украинской, которая сейчас правит бал в Киеве, а на баланс интересов всех граждан Украины, всех регионов Украины, и Запада, и Центра, и Юго-Востока, и, конечно, на баланс интересов всех политических сил. Под этим, под необходимостью выстраивать именно такой процесс и нахождение именно такого компромисса с участием всех регионов и всех политических структур, подписалось украинское руководство в апреле этого года, когда было принято известное Женевское заявление. И здесь сейчас пытаются навязать значительной части украинского общества мировоззрение лишь одной группы элит. Думаю, что это ведет Украину к новым обострениям. И, знаете, я сейчас хочу, вот вы упомянули про НАТО, одной или ногой, или одной ступней Украины в НАТО. Мне не очень понятно, когда наши обозреватели начинают говорить, ну да, приняли они этот закон, отказались от внеблокового статуса, заявили, что будут вступать в НАТО, но для того, чтобы только оформить заявку, подготовить свое государство, свою систему, правоохранительную систему, военные организации к подаче такой заявки потребуется не менее шести лет. То есть логика такая, что, ну да, вступят, но не скоро. Это совершенно неправильный угол анализа ситуации. Сама идея устремления Украины в НАТО, она опасна не только для украинского народа, потому что в нем нет единства на этот счет, она опасна для европейской безопасности. Мы все подписывались в ОБСЕ, да и в рамках Совета России и НАТО, между прочим, под принципом неделимости безопасности, когда никто не должен обеспечивать свою безопасность за счет ущемления безопасности других, никто не должен передвигать разделительные линии, которые были унаследованы со времен Холодной войны, наоборот. В ОБСЕ поставлена задача эти разделительные линии стирать.